Welcome, 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 дорогие друзья, с вами Виви и это обзор видео, которое выпустили Riot Games и как раз-таки Cinematic, посвященный новому сезону, он называется The Call и, слава богу, русские его перевели локализаторы не как звонок, а как зов, действительно зов. Ну и перед тем, как его осмотреть, советую вам почитать новую лор-историю, которую Riot добавили, как раз-таки с появлением этого синематика, Пустые Норы она называется, ссылочку я, наверное, оставлю в описании под этим видео, почитать, он очень длинный, в кои-то веки я могу сказать, что здесь интересная чтива и короткая версия, кому интересно прочитать, то чуть-чуть перемотайте вперед, Вот здесь просто рассказывается про то, как Талия начала дружить с Кайсой и рассказывается коротко, как Талия меняет свое мировоззрение, как Кайса меняет тоже свое мировоззрение относительно того, чем они были раньше. Ну а видео The Call, наверное, все же мы с вами посмотрим, ребят, потому что оно хоть и четырехминутное, но оно реально потрясает, и после этого я буду как раз-таки делать отсылочки, вот эти вот паузы, и будем смотреть заново его. Но сначала реакцию, тем более музон качает потрясающе. Потом про пасхалки я расскажу. Вот этот вот музон, который прям нагнетается, увеличивается, мне очень нравится. Как раз такой очень скандинавский мотив. Ведь в истории здесь будет рассказываться в этом ролике история Таргона в некотором роде. Правда, слова песни, как видите, с повесткой. За всех угнетенных, побежденных, побежденных и сломленных, потерянных и забвенных. Никогда не дайте нам сдаваться. For the glory and the call. Прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 на которой как раз и находится вот эта вот вся гвардия интересно то что вот это вот ребята это послушники они на самом деле люди интересный момент показывают на котором многие не обратили внимание то что пантеон их решает не убивать потому что он не убийца он хочет изгнать эти существа и показать всем что они не властны над нашим миром такой революционный подход и вот здесь выскакивает на как раз из-под земли на кайсу стали рексай кто-то скажет но на самом деле это не рексай это сай маленькие сайки дело в том что это существа которых создает рексай так кто не знает рекса это громаднейшее чудовище королева именно находящиеся там и даже есть в лиге легенд когда вы играете и на венобал дрифте тоже если кайса с рексайтом миссия правда про это не знаю сейчас не помню какие там все чемпионы имеются ли уже так вот когда кайса убивает рекса она говорит что я твоих мелких убивала так же легко как тебя вот такую-то она отсылочку оставляет это вот намек на то что действительно для нее они не в новинку но тут происходит нечто другое они убили в трех мелких рексаев и большая рексай конечно же обижается что ее детишек только что поломали и она вылезает и показывает свой настоящий размер да кто не в курсе она действительно такого размера после чего еще одна пасхалочка нам показывают олафа на которого падает cc эффект падает гигантская глыба льда и олаф спокойно ее переживает в отличие от его друзей которые все проваливаются кидает свой топор это еще одно его заклинание то это конечно ультимативная способность которая не попадает он под cc эффекта кидает свой топор дающие замедление по сопернику наносящий урон и он попадает в валибиры кто-то скажете но нет на самом деле валибир это божество а это его тоже с подручные и они обладают неплохими навыками а вот оно само божество было наверху ну и возвращаемся мы к подключенным леоны который пытается побить пантеона пантеон как я говорил он их просто раскидал он их никого не убил и оружие поэтому не брал и появляется леона именно с заклинанием ультимативным и при этом ешку одновременно давать как раз тоже два заклинания которые есть лиги легенд мне очень нравится то что рай ты не выдумывают ничего на ходу то есть они все конкретно показывают как есть в лиге легенд то есть как мы придумали чемпиона он должен именно также действовать в реальной жизни но здесь не реальная жизнь вы понимаете в синематике чтобы все заклинания были похожи это кстати не первое появление леоны на в роликах у нас был еще один ролик сражение 5 на 5 этот ролик был по моему 2016 года тоже синематик посвященный на старту нового сезона там леона миссис ари путешествовала по джунглям но и здесь пантеон берет наконец оружие понимает что это он уже хочет убить потому что леона это божество это как раз тот кто угнетатель по мнению пантеона и он собирается это уничтожить после чего алексай вылезает другом ролике надеюсь красивая битва где просто автоатаки идут которые есть такие же чемпионов и пантеон дает свою кушку вблизи не кидает копье и забавно что нам показали что леона его очень сильно может блокировать этом видимо тоже отсылочка к тому что у нее щит ну и w которая анимационно не похоже конечно на то что она останавливает персонажа не дает ему двигаться но выглядело очень прикольно си джуани же ведет свои войска дальше но попадает под как раз таки удар грома волибира и от этого страдает а в этот же момент пантеон падает под ударом выстрела звезды и это скорее всего уже удар был направленный ауральян соло и нам опять показывают орна который продолжает клепать после чего музыка как вы помните затухает и показывает нам вот этот момент я хотел долго выяснить что же здесь нарисовано здесь понятное дело что оружие погребенных людей которые пытались бороться с ауральян солом и его подручными но я не узнаете оружие может быть вы их узнаете напишите в комментариях чье оружие здесь валяется а возможно это какие-то отсылочки тоже пасхалки я честно их прочитать не смог и показывает пантеона на секунду я даже подумал что это какой-то другой персонаж но нет это пантеон поверженный которого скинули со скалы показывают поверженную си джуани которая потеряла даже свой шлем кстати не скин где у нее нет шлема и она видит какие люди умирают и показывают кайсу стали и вот эту историю не все поймут дело в том что кайса именно вот в той маленькой истории не хотела не то чтобы собой жертвовать ради убийства войдов она более того она хотела жертвовать обычными людьми шуримовцами чтобы убить как можно больше войдов то есть использовать как наживку ранить их чтобы они не могли никуда убежать и тогда куча войдов выскочит на них у пожирать их и тогда кайса их всех перебьет ну и шуримовцы могут может быть останутся в жив а может быть не останутся в живых и здесь она вот прям проникается понимает что нет другого варианта кроме как убить эту матку давайте так ее назовем потому что рекса это королева который будет постоянно постоянно этих войдов выпускать ну а талия который было плевать на всех кто вообще не является шуримовцами вдруг понимает что сейчас ее подруга ну явно задумала что-то неладное нам-то это в ролике здесь кажется когда первый раз смотришь и не читал эту историю которую райт и написали ты думаешь а вообще ну чё тут сильная женщина жертвует собой другая сильная женщина расстроилась что потеряла свою подругу нет на самом деле все гораздо глубже как оказалось но и пантеон нам будет там потом давать ультуру ничего на показали показались и джуани которая обозлилась но сейчас вот как раз таки кайса все принимает свою последнюю форму и жертвует собой утаскивает рекса и с собой вниз в эту большую нору части этого история как раз так и называется носит джуани пробивается и кричит на воли бира у нее нет конечно крика как заклинание просто это был эмоциональный порыв но талия показывает что она может как раз ки стены наломать и использовать песок по максимуму пантеон дает свою ульту летит в сторону уральян соло олов вдохновляет всю свою команду и си джуани кидает наконец ультимативную способность после чего легко и пробивает своей собственной ешка это как раз тоже заклинание имеется кайса здесь продолжает кидать кошки и под своей ультой куда-то летит ну а рикса и отправляется за ней потому что рикса есть тоже ультимативная способность как вы знаете лететь за соперника и после этого нам показывают а уральян соло и все конец кто-то скажет а чё что-то это такое нам расскажешь мог мог и не делать этот ролик нет ребят есть гораздо глубже все чем вы думаете начнем с того что я когда читал комменты я ходила с того что люди не понимают зачем здесь орд большинство людей кидали шутки в стиле ой пока его команда сражается орд афк на топе продолжает клепать оружие как он эти умеет делать но многие не заметили с кем сражаются вообще все персонажи и сколько персонажей вы посчитали давайте я вам помогу кайса талия пантеон си джуани и олов все эти пять персонажей это полный комплект пяти персонажей если мы посмотрим все предыдущие ролики которые делали riot games и почти всегда будет пять персонажей на одной стороне стороне альтернативного добра и будет 5 против них альтернативного зла ну почему альтернативно потому что кто-то может читать то зло кто-то может читать это зло в общем будет пять персонажей сражаться против пяти это как раз таки есть вся идея концепция лиги легенд которая у нас имеется иногда бывало меньше добывали просто какие-то дуэты сражающиеся друг с другом но суть того что не было больше никогда не делали шесть персонажей сражается против 4 такого никогда не делали но если мы посчитаем сколько же здесь противников то мы получим с вами что у нас леона в либир у нас есть рексай у нас есть аур-элен-сол и у нас есть еще орн с которым никто не сражается то есть четырьмя персонажами сражается пятеро а орн афк так вот ребят орн он тоже здесь и еще одно доказательство почему уже он на второй стороне находится а не на стороне как раз таки команды а вот этой он тоже божество если мы задумаемся опять же у нас все персонажи которые сражаются за свободу талия за свободу шури мы кается за свободу мира от войн blue гав панте он за свободу нашего мира от вселенского угнетателя олов и сидж уани за свободу своего народа овов за свободу как раз ки просто народа сидж уани за свободу всего народа фрайлёр до в тоже самое время они сражаются против как раз-таки угнетателей. Ну, гипотетически для них представляющихся это божеств. Это Орн, божество-кузнец. Это Оролен Сол, божество, которое... Ну, это же не божество, а существо, которое создало вселенную. Леона, божество, которое охраняет его. Какой я забыл? Риксаи, которая не божество, но она является в некотором роде для войдлингов божеством, потому что она может создавать их сама по себе. И Валибир, который является божеством во Фрейлорде. То есть, получается, что они как раз-таки сражаются против них. И это как олицетворение низкого класса, сражающегося с высоким классом. Прямо вот на злобу дня. Но, интересно, еще одна вещь, которую я хотел бы вам показать. Если мы посмотрим с вами на всю историю Riot Games, то мы увидим с вами, что каждый год практически выходит... Практически каждый год выходит ролик, посвященный началу сезона. Кроме 2021 года, это было связано с ковидом и все, что Riot'ы смогли туда запихнуть. Им пришлось туда что-то запихнуть. И они запихнули туда так... Где он у нас был? Runeation. Runeation должен здесь быть. Я его что-то найти не могу. У нас есть Breast. У нас есть Война в 2020 году, который мы сейчас быстренько тоже обговорим с вами. Я не могу найти никакого Runeation ролика. I will found it. Он где-то здесь должен быть. В общем, ролик, посвященный как раз-таки Runeat King. Он вышел 11 месяцев назад, как раз выходил в конце января. Но в 2018 году вышел ролик от Riot Games, в котором нам показали Ясу, в котором нам показали... Сейчас я промотаю вперед. Талию, которая убегала от чего-то. Кстати, здесь она еще была одна. В котором нам показали Эко, вместе с Блицкранком и весь Заун. В котором нам показали Мисс Фортуну, у которой поломали корабль и она пытается из чего-то выплазить. И Люциана. И это был 2018 год. И у Riot'ов тогда был уже гигантский план на несколько лет вперед, который мы тогда с вами не смогли прочитать. На что мы не смогли прочитать? А то, что про Ясу будет продолжение, где он свою дудочку положит и будет сражаться со своим братом. Плюс ролик еще один будет, где он будет защищать как раз-таки Ионию после того, как его признает убийца. А после чего он покинет это место. Талию, историю, мы так и не увидели продолжение. И по сути сейчас продолжение истории Талии только-только начало появляться. Эко с Блицкранком, теперь я могу задумавшись сказать, что точно в Аркейне в следующем сезоне, в следующем, точнее, эпизоде, который будет у нас, наверное, в 2023 году, не раньше, будет точно Блицкранк, потому что Эко уже был в Аркейне и весь этот мультипликационный сериал наверняка будет рассказывать дальше историю, уже включая новых персонажей, как раз-таки Блицкранк уже был здесь. пробежимся еще дальше. У Мисс Фортуна появилась целая игра, посвященная ей, как раз-таки после того, как ей сломали корабль и на нее напало вот это вот чудовище. Это все было прям взаимосвязано. Ну и Люциан получил целую историю свою собственную в игре не Рунеткинг, а Лиги Легенд, где он с Вьего, так сказать, против Вьего спасает свою женщину. Правда, он там немножко на Коколду начал быть похожим. То, что здесь был Трэш, Трэш как бы просто имеет к этой истории свою тему. Помните, он сначала должен будет победить Трэша. Этот ролик мы с вами видели. От Трэша он вытащит свою женщину. Женщина скажет, что есть Вьего и вот вся эта история будет так крутиться. То есть, у него было продолжение. К чему я это веду? То, что в 2018 году был выпущен ролик, который не имел никакого отношения по сути к старту Лиги Легенд сезона, к рейтингу, который мы с вами так все всегда ждем. Он на самом деле имел к истории продвижения лора всех персонажей. И половина из них получили свою, даже больше половины из них получили продолжение. А вот 2021 года ролика не было. И я думаю, что как раз таки вот тот ролик, который сейчас вышел, он должен был выходить в 2021 году. Но из-за того, что было чуть позже выхода следующих роликов, из-за этого им пришлось все это перенести. Напоминаю, что был еще у нас 2019 ролик, у которого была история Камилы с Джином, но она почему-то не имела никакого продвижения. Кто скажет, а как же Ривенка и Дрейвен, и Иония? Ну, Иония целую историю свою получила в продолжении карт Рунтерр, и Ривенка с Дрейвеном тоже туда же зачислились. А вот Камила с Джином была красивой, конечно, синитимагр... Кинематографическая битва, но при всем при этом они не получили никакого продолжения лора, мы ничего про них не знаем, не знаем, почему она вдруг охотится за ним, где это все. Мы знаем просто, что они из... оба из Пилтовера слэшзауна, да? Ну, он Иониец, который будет как раз-таки фигню всякую творить в Пилтовере. Она Демасийка, бывшая, которая в Пилтоверянцах будет добиваться от вот этого паренька. Короче, ничего не понятно, почему нет этой истории дальше. Помним, что был в 2020 году Войны, ролик, который полностью посвящен новым картам в Рунтерре, и, главное, комиксу. Комиксу, который Райеты выпустили как раз-таки про Демасию. В 2020 году это было. И здесь нам Кайсу как раз-таки тоже чуть-чуть показали. К чему я все это веду, ребят? К финальным умозаключениям, которые я хочу вам рассказать. То, что все здесь персонажи, которые нам здесь показаны, если у них еще нет продолжения истории, то она в этом году либо в ближайшие полтора-два года будет. Следовательно, нам дадут что-то еще про Кайсу, что-то еще про Талию. Наверняка нам расширит идею Пантеона и вот этого, вот этой защитной функции, которую выполняет Леона вместе с Дианой. Так же самое, как нам более подробно расскажут, что же там происходит во Фрейлерде с Валибиром. Тем более, что Валибир как раз-таки получил реворк неспроста. Но есть маленькая проблема. Это все, я думаю, должно было выходить в 2021 году. И у Райетов сроки все сбились. И сейчас получается сумбур, потому что некоторых персонажей они уже продвинули по лору гораздо дальше, чем должны были, а другие еще очень сильно тормозят. Вот и все. Наверное, все, что я хотел и мог вам рассказать. Если я что-то упустил, обязательно напишите в комментариях, добавьте мою историю своими умозаключениями. Давайте, ребята. Всем пока, всем счастливо, увидимся в следующем ролике. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И это лучшее, что вы можете сделать для этого канала. Либо можете задонатить. Правда, донатов я с YouTube это, конечно, не вижу. Давайте. Всем пока, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok